ЛНР ранее уже обратилась к президенту Франции и канцлеру Германии с просьбой повлиять на Киев. Кроме того, по данным ополченцев, Киев задерживает и отвод тяжелых вооружений с линии разграничения. Госдеп США наконец прокомментировал ситуацию с отставным генералом Робертом Скейлзом, который в прямом эфире одного из телеканалов Fox призвал начать убивать русских. Держать ответ пришлось Джен Псаки. Она заявила, что военный аналитик не отражает интересы государства, впрочем, и осуждать его она тоже не стала. Отставной американский офицер Роберт Скейлз заявил в эфире Fox News, что единственный способ повлиять на ситуацию на Украине – начать убивать русских. Как можно больше русских, чтобы российские СМИ не смогли искрить этот факт. Отражает ли это мнение США? Вы говорите о генерале в отставке, человеке, который не отражает официальные взгляды страны. Очевидно, что в этом случае он просто не может говорить от лица государства. В Татарстане сегодня день траура по погибшим в торговом центре «Адмирал». По последним данным, найдены тела 16 жертв пожара. Еще как минимум 20 человек могут находиться под завалами. Больше 50 пострадали. Поисково-спасательная операция продолжается третьи сутки. К работам привлечены около тысячи человек и сотни единиц техники. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание. Выяснилось, что в здании торгового центра не было систем пожаротушения и дымоотведения. Почему, сейчас разбираются следователи. Советский район и суд Казани взял под арест главного арендатора торгового комплекса Гусейна Гахроманова. И еще одно уголовное дело возбуждено в отношении судебного пристава Сафиной по статье «Халатность». В воскресенье на канале «Россия» выходит документальный фильм Андрея Кондрашова «Крым. Путь на родину», где Владимир Путин рассказал о событиях прошлого года, о том, каким образом полуостров был присоединен к России. Лента еще до премьеры вызвала немало шума, в том числе в Соединенных Штатах. Автор фильма Андрей Кондрашов в интервью нашему каналу рассказал, что о такой рекламе он мог только мечтать. Все стали звонить и говорить, ну это вообще что? Кто-то даже испугался, сказал, что как же ты теперь дальше будешь жить? А как же, вот, 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 Псаки не любят фильм, что же делать? Что же делать после этого? Да, что же после этого делать? На самом деле, конечно, вот, если исходить из целей, которые ставят перед собой, ну мы, как все журналисты, о такой рекламе, конечно, мечтать не приходилось. Хотя здесь я отдаю себе отчет прекрасно в том, что, разумеется, не я стал причиной такого возбуждения милой Джон Псаки. Конечно же. Естественное дело в нашем главном герое фильма, который абсолютно откровенно рассказывает о тех днях, которые теперь принято называть Крымской весной. Это Владимир Путин, который выступил, ну реально, как просто драматург этого фильма. В Крыму было очень легко работать. С той точки зрения, что любой, кто к тебе подходил и задавал вопрос, ой, а что это вы тут снимаете? Если ему ответить, мы снимаем картину о том, как Крым возвращался домой, боже мой, а чем вам помочь? А я вот знаю вот такую историю, а я вот, а у меня вот сосед, представляете, совершил вот такой подвиг, когда стоял на переходе, там, Чангар. И рассказывает нам историю, которую мы совершенно не знали. У каждого маленький или большой подвиг, вы понимаете? Поэтому любой человек, вот любой человек, который просто вышел отстаивать, Севастополь, Симферополь, любой из городов Крыма, и тем более те, которые пошли охранять границу с Украиной, они ведь не знали, что произойдет. Ведь никто из них не знал, что Россия завтра придет на помощь. Они выходили сегодня, совершенно не зная о том, что будет дальше. Они абсолютно искренне ждали Майдан, ждали правосеков, которые вооруженные придут с континентальной Украины на полуостров и научат их новой жизни. Собственно, чем и пугал Киев. Поэтому там люди, по большому счету, все герои. Ну, по крайней мере, те 95,6% в Севастополе и 96,7% в Симферополе, в остальном Крыму, которые проголосовали за воссоединение с Россией. Народ уникальный, конечно. Ведь, вы понимаете, я не видел такого уровня духа, причем такого очень верного России духа, который был не сломлен ни 23-мя годами нахождения в другом государстве, ни перипетиями, которые происходили у нас в стране, у них в стране в целом. И люди говорят, да, защитили, и еще, если нужно будет, и еще раз защитим. Крымская весна темой отличалась, что она была уникальна чем? Крымчане веселые, довольные, совершенно не чувствуют себя жителями оккупированных земель, как об этом в то время говорил Киев. Во-вторых, те самые, в кавычках, оккупанты, о которых кричал Киев, просто влюблены в этот народ, к которому подошли. И, кстати, этот феномен у нас будет объяснять министр обороны. Он говорил, почему они вели себя именно таким образом. Это тоже будет озвучено впервые. Да там все. Да начнем с прокурора. Ну где еще есть такой прокурор, как Наталья Поклонская в Крыму? Сегодня в Финляндии на чемпионате мира по биатлону пройдет мужская эстафетная гонка. Россию будут представлять Евгений Гараничев, Алексей Волков, Дмитрий Малышко и Антон Шипулин. Мужская эстафета – это та дисциплина, в которой наши спортсмены добиваются успеха с завидной регулярности. В пяти прошедших гонках наша команда одержала три победы, один раз стала третьей. Последняя эстафета также завершилась победой сборной России. Именно поэтому сегодня болельщики, конечно, надеются на золото. Очередной этап соревнований начнется в 18.30 по московскому времени. ВТБ пока не видит резкого ухудшения кредитного портфеля и не планирует в этом году создавать столь значительные резервы, как в прошлом. Об этом заявил глава банка Андрей Костин в интервью нашему телеканалу. Кроме того, по словам финансиста, если сравнивать с 2008, когда было резкое ухудшение ситуации у заемщиков, сейчас есть и позитивные моменты, которые связаны с импортозамещением. Пока мы не чувствуем вот такого сползания в кризис со стороны экономики в целом наших клиентов. Ну, если сравнивать, скажем, с 2008 годом, там было резкое ухудшение положения наших заемщиков. Целые отрасли непосредственно продемонстрировали резкое ухудшение, невозможность обслуживать кредиты. Сейчас тоже есть такие, и прежде всего, скажем, если брать автомобильную промышленность, ряд других, но это значительно меньшее число, и более того, есть целый ряд моментов позитивных, скажем, наши экспортеры чувствуют себя хорошо. Все-таки девальвация привела к определенной степени к импортозамещению. Поэтому все эти факторы, они как бы действуют в пользу наших производителей. Полиция задержала подозреваемых в присвоении более 500 миллионов государственных средств. В офисе саратовского страховщика оперативники нашли фиктивные договоры с фирмами-однодневками. И по одной из версий, именно по этим бумагам региональное министерство перечисляли страховой компании многомиллионные гранты на поддержку аграриев. Кто и как совершал финансовые махинации, расскажет Павел Мельник. Времена для экономики непростые, а схемы финансового мошенничества все сложнее. Поиски полумиллиарда испарившихся из бюджета рублей привели следователи МВД в этот скромный офис саратовского страховщика. Предполагается, что здесь и осели миллионные гранты на поддержку аграрии. Я хотел бы предложить вам добровольно нам выдать данные документы, имеющие значение. В другом случае, значит, мы будем проводить известно про медитацию. Нужные документы оперативники нашли фиктивные, как предполагают следователи, договоры с фирмами-однодневками. Есть версия, что именно по этим бумагам региональное министерство перечисляли страховой компании субсидий. В результате за два прошедшие года государству причинен ущерб на сумму свыше полумиллиарда рублей. В местах проживания и работы подозреваемых проведено более 40 обысков. Изъяты предметы и документы, имеющие значение для следствия. География преступлений охватывает полстраны. От Москвы до Красноярска почти в каждом регионе у подозреваемых был свой представитель. Теперь они встретились в одном месте – в наручниках перед автозаком. Не ждали визита оперативников и в кредитно-производственной компании «Рост». Это в Казани. Мишень задержанных, по версии следствия, уже не бюджетные капиталы, а личные сбережения граждан. Берите камеру. Берите камеру. По всем признакам, говорят следователи, типичная финансовая пирамида. Клиенты организации, вероятно, считали иначе. Как еще объяснить большой поток денежных средств, более 100 миллионов рублей, о том, дождались ли так называемые вкладчики своих дивидендов, история неизвестна. Подозреваемые открыли на территории Российской Федерации около 40 филиалов. Жертвами мошенников стали более 10 тысяч граждан. Общая сумма ущерба составила свыше 100 миллионов рублей. Элитные иномарки на парковке организации как бы убеждали потенциального клиента. С ростом, сверхвысокие доходы – это реально. Однако у следователей сложилось другое впечатление. Совместное расследование со специалистами Банка России показало – никакого экономического смысла эти финансовые проекты не имеют. Выплаты, если и осуществлялись, то только за счет новых вкладчиков, которые также рассчитывали на хорошую жизнь. Павел Мельник, Анна Погонина, Вести. На одном из крупнейших российских предприятий – Сегерском целлюлозно-бумажном комбинате – начали модернизацию производства. Благодаря крупным инвестициям удалось закупить новое оборудование. В результате объемы заготовки сырья уже выросли в два раза. И таких же позитивных перемен теперь ждут в других регионах, принимающих участие в инвестиционной программе – в Вологодской, Кировской и Архангельской областях. Рассказывает Валерий Живлаков. Шум стоит, но щепки совсем не летят. В Карелии лес теперь не рубят, а аккуратно пилят и собирают вот такие лесозаготовительные комбайны новейшего поколения – хорвестеры и фарвадеры. Они заготавливают древесину для сегерского целлюлозно-бумажного комбината – крупнейшего производителя бумаги в России и второго по величине в Европе. Это первые инвестиции АФК-системы в карельское предприятие. Мы считаем, что в целом бизнес по переработке леса и целлюлозно-бумажная промышленность имеют в России ряд структурных преимуществ. И на мировом рынке Россия может занять и занимает уже сейчас достойное место, имеет большие перспективы, прежде всего с точки зрения себестоимости и качества продукции. И мы видим те приобретения, которые мы сделали, как платформу для дальнейшего и достаточно масштабного роста. Хорвестер валит дерево, раскрежевывает его, обрезает сучья и сортирует за считанные секунды. Многофункциональная головка сама отмеряет и разрезает древесину на заготовки необходимой длины. Фарвадер собирает и перевозит сортименты до лесовозной дороги. Эта техника способна работать на самой сильно пересеченной местности в самых сложных условиях. Там идет новое программное обеспечение, ну, понятно, новая головка и сам трактор новый уже на нем. Приятно работать, конечно. Разводительность вот на новой технике увеличилась уже у нас. Соответственно, и зарплата увеличилась работников, которые работают на этой технике. Хорвестер и фарвадер вместе лесозаготовительный комплекс. Современный и очень производительный. Таких технических тандемов для сегежского ЦБК закупили четыре. За два месяца работы новой техники объемы лесозготовки на этой делянке выросли в три раза. Мы планируем увеличить объем выпускаемой продукции на 40% и улучшить качество нашей продукции. Также на территории Республики Карелия мы увеличиваем наши мощности по объему производства бумажной упаковки и строим новый лесопильный комбинат. Кризис 2008-го сильно ударил по ЦБК. Комбинат оказался под угрозой банкротства. Сегодня с приходом крупного инвестора работа предприятия вновь прибыльна. Это, в свою очередь, отражается на всем лесном хозяйстве региона. Отсутствие риска остановки производства и массовых увольнений стали для Карелии одними из важнейших позитивных социально-политических событий последнего времени. Валерий Жволаков, Алексей Миронов, Сергей Сухарев. Вести. Карелия. Москва. Французские школьники из Тулузы узнали своего одноклассника на видео, которое опубликовала террористическая группировка «Исламское государство». Это он хладнокровно расстреливает израильского заложника. По предварительным данным, последний раз мальчика видели в марте прошлого года. А ранее в местных СМИ появилась информация, что юный палач и стоявшие рядом с ним на записи мужчины являются гражданами Пятой Республики. Власти Франции пока воздерживаются от официальных комментариев. Запись убийства проходит экспертизу. К 70-летию Победы наш канал подготовил цикл репортажей о героях войны. Летчик Василий Решетников, герой Советского Союза, прошел всю войну, совершил более 300 боевых вылетов. Его самолет дважды сбивали. О подвигах пилота Александр Лукьянов. Пачка пожелтевших от времени фотографий. Это то, что герой Советского Союза Василий Решетников брал с собой при каждом переезде на новое место службы. В каждом кадре неразрывно с ним связанная история зарождения стратегической авиации. Племянник известного художника Федора Решетникова, который написал картину «Опять двойка», собирался стать журналистом. Но когда ему предложили поступить в летное училище, отказываться не стал. 38-й год. Кончил школу. Я самый крайний вот здесь. Я уже летал на Р-5, боевой самолет, на рукаве ворона. Имел право ворона носить. В 42-м 22-летний лейтенант, летчик-бомбардировщик Василий Решетников оказался среди тех, кто получил секретное задание – нанести авиаудар по Берлину. Сталин наставил на том, чтобы бомбардировка произошла 22 июня, в годовщину начала войны. Но его с трудом удалось отговорить. В июне самые короткие ночи, а летать на задание нужно было в темноте. Операцию перенесли на август. На Берлин. Полетели из аэропорта из-под Серпухова. Расстояние до него 1500 километров. На обратный путь топливо могло не хватать.